Полиция на страже детства. Брянские полицейские поддержали всероссийскую акцию детского телефона доверия. С 10 до 4 работал специальный многоканальный телефон. Позвонить по нему могли не только дети, но и их родители или законные представители. Удивительное, конечно, мероприятие, потому что собрались за круглым столом порядка 20 специалистов разной направленности и разной принадлежности, которые отрабатывали систему на ходу. По каждому звонку принималось оперативное решение, давались консультанты, которые в практической плоскости сразу же помогали решать вопросам обращающимся. Звонки поступали с разными вопросами. В область возвращается, ну так у стремится, транспорт там 2205. Не является это исключением или нет? Здравствуйте, с вами разговаривает инспектор по основным поручениям ПДН ОМВД России по Брянской области Лазаренко Андрей Николаевич. Действительно, с апреля текущего года внесены изменения в закон Брянской области, который действует с 2009 года, комендантский час. Помимо комендантского часа, людей интересовали и правила выезда с ребенком за границу. У меня, например, загранпаспорт есть. А что требуется на ребенка? Ну, во-первых, в соответствии с федеральным законом, в порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, выезд за границу осуществляется с одним из родителей, в случае, либо с обоими. В случае, если выезд осуществляется с одним из родителей, согласие второго родителя, нотариально оформленного, не требуется. В частности, в данном случае, если вы хотите выезжать в Турцию и Египет, вам такого согласия не требуется. Не обошла стороной и тема школы, и внутрешкольных конфликтов. Если конфликт этот у вас уже как бы давно назрел, то, конечно, лучше подключиться. Старшая школа-то специалисты, учителя, маму, папу. Все понятно, и будет что-то еще. Ну, все. Спасибо за звонок. Вы знаете, потрясающее просто направление. Открываются перспективы работы не только специальным органам и специальным подразделениям, муниципальным, но и общественникам. Потому что многие вопросы, даже на той законодательной инициативе, могут уходить от нас, от общественников. И вот сегодня общественный совет получил пищу для работы. Звонили на телефон доверия и дети. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А по скольки лет можно ездить на скутере? На скутере, на мопеде можно ездить 16 лет. Если 16, если у вас есть на это права. В завершение акции сотрудники полиции приняли два звонка с благодарностями. Игорь Умаров при содействии Пресс-службы управления МВД.